добрый день дорогие друзья всем огромный и пламенный салам алейкум из бескрайнего казахстана недавно выпустил один ролик блять не ролик сериал на тему возможности зарядных устройств китайских зарядных устройств типа фоксур но иногда тоже в апачу в апачу ну ковыряюсь в интернете и попадаются ролики по хвалебным отзывам на другие зарядные устройства это типа а нет не так скажу мне в комментариях пишут что я толкаю продвигаю вымпел вымпел я не толкаю не продвигаю я показываю методы работы с ним если бы я был рекламщиком вы бы это сразу почувствовали вот такие не аргументированные ни на чем не основанной под юбки они друзья они ни к чему вот поэтому мы сейчас с вами попробуем обследовать или исследовать провести тестирование или посмотреть на возможности другого зарядного устройства которое называется тоже вымпел ну таких устройств на самом деле есть целая колода целое семейство это типа вымпел 15 вымпел 150 там сейчас по моему 140 или короче их очень много и полностью автоматических устройств и в описании к этим устройствам что они ну типа и швец и жнец и на дуде игрец блять все могил все можем агм похую и и бе любые батарейки которые вы только увидели этим устройством можно обработать вытащить и блять еще и заработать на этом вот давайте все будем наше обследование будем проводить наглядно онлайн режиме без всяких монтажей и всего прочего на примере вот этих двух батареек которые привезли мир сегодня так ну давайте начнем с замера как обычно замеры я уже сделал записал при клиенте этот сидел но для полной убедительности давайте это сделаю вместе с вами так вне салона обычная n 550 вот это вот у нас 550 кайнар батарейка 19-го году 301 день то есть практически батарейки уже четыре года это вот что касаемо барсов сразу эти обе батарейки у нас нашего тайнаровского производителя но название у них абсолютно разный и что я хочу сказать по качеству этих батарей вот это вольт волто и вольта это батарейки бюджетного сегмента заявлены 500 ампер иногда да иногда вытягивает иногда нет иногда чуть-чуть на шишку больше но на что я обратил внимание если красный пластик то но это как сигнал светофора обходите стороны лучше не брать и вот у нас барс барс барсетка барс барс который поставляется по моему 16 стран мира могу ошибаться и качество здесь совершенно другое то есть батареи как правило идут тютя в тютю заявленными параметрами но иногда чуть больше в основном все батарейки выходят на эти параметры сновья и ну по крайней мере три четыре года они при условии тоже невысокой цены не сказать что вообще бюджетный но ну допустим эта цена намного ниже чем брать батареи подобного подобной категории ну других производителей там российских либо тем более корейских там японских аналогов немчуру вообще близко нельзя подпускать по цене потому что они в два два три раза дороже так ну что давайте посмотрим параметры так 47 процентов батарейка показала опять же здесь у нас 45 так 377 потоку здесь 378 1217 напряжение так у нас 1223 прибор иногда вот два три процента иногда расхождение есть поэтому ничего страшного сопротивление 733 здесь 742 ну как видим да вот такие параметры батарейки теперь давайте заглянем внутрь внутри мы видим заниженный уровень уровень заниженный видим он ухо перемычки обсуши это баночка у нас вообще практически высохла но слава богу часть электролита на поверхности пластили есть и пластины закрыты батарея батарейка не обсохла полностью но уровень в этой банке значительно ниже но за четыре года конечно какая-то деградация уже пошла в этой банке заливать буду равномерно одинаково по плотности все банки как родные сестры братья плотность 1,23 во всех банках это я мерил при клиенте вытягивать ролик не будем ну давайте вот эту проблемную баночку тоже замерим чтобы это было более наглядно что никакой никакого пиздежа в моей речи нету 1,23 теперь переходим с этой батарейки нам все понятно ее мы сейчас в нее сейчас дольем водички и очень плавно и медленно передвигаемся вот к этой красненькой чудесной батареи волта которая обзывается волта ну давайте посмотрим что она нам вытаскивает и показывает так 500 ампер заявлены пусковой ох 55 процентов показывает посоху ну блин не знаю с чем это связано вот на 5 процентов больше возможно то что я батарейки немножко подвигал по пошатал возможно они чуть-чуть отогрелись потому что их привезли уже пару часиков тому назад ну на 5 процентов ну и погрешность небольшая прибора есть так 374 ампера батарейка выкатывает ориентироваться все равно будем на эти показатели при подведении итогов нашего ролика напряжение 1257 напряжение практически одно и то же 1256 1257 и сопротивление 739 так 777 было сопротивление еще знаете иногда я если вы заметили что я постоянно проворачиваю при установке вот эти зажимы иногда крокодил просто станет не на то место и уже будут другие показатели сейчас давайте пошатаем ради интереса одну секунду займем этого времени и попробуем перебить мы же не снимали не перезагружали устройство давайте вот так вот еще вот видите вот как видим сейчас 53 уже так ну ролик у нас не на тему погрешности канвея а на тему обслуживания батареи аккумуляторов на зарядных устройствах типовым к 15 но это с этой батарейкой довольно таки интересная история дело в том что в этой батарейке плотность везде 129 130 при всем при том что процент заряда 93 у нас показывает по прибору вот 129 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 У нас уровень практически нормальный Чуть-чуть отставания есть Карта ложится к тому Чуть-чуть нам добавить Ухо у нас мы видим Чуть-чуть оголенное Будем делать корректировку Карта ложится к тому Что в эту батарею Все-таки бахнули Электролит До сих пор очень много людей Которые для поднятия плотности Пользуются Кто кислотой Кто блять Электролитом Корректировочным Некорректировочным Ну в поддой остальные мочи Льют все что попало Чтобы выровнять И поднять плотность Это еще и видно по пробочкам В аккумуляторе очень часто ныряли Видимо Были какие-то проблемы с ним И ее пытались тоже расшатать Да, кстати, не забыл сказать Что батарейка Это 21-го года у нас 191-й день 21-го года Это примерно Ориентировочно Июнь, да? Июнь 21-го года То есть батарейки Два С лишним годика И нам Важно Сейчас Скорректировать плотность Таким образом Чтобы подвести Вот эту плотность Хотя бы под Процент И под напряжение Напряжение Так у нас 12-56 Блядь Последний раз мы мерили Тоже по-моему Такой же Ну Грубо говоря Плотность у нас должна быть Где-то в районе 1,23 1,24 Вот так вот При этих показателях Корректировать буду Вот такую водичка Выбирает Опять же Не рекламирую Но рекомендую Я беру ее В двадцатках Появилась она у нас В двадцатках Там Возможно Даже есть и в тридцатках Но мне пока Не попадались Для меня Допустим Удобнее брать В большой таре Так Ну что Приступаем В эту батарейку Мы дарьем водички Сейчас я Откорректирую Далью водички Откорректирую И уже Начнем непосредственно Работу С этими батарейками Наступление у нас Затягивается Ну Короткие ролики К сожалению У меня не получаются Краткость Сестра Таванта Ну У меня Длинность Мой брат Вот так вот Таванта у меня нет Ни хуя Ну Короче Ну Короче Все понятно Не буду вам голову забивать Итак Краткий отчет Значит В барсетку Мы залили По 50 миллилитров Воды В каждую банку Во все банки Залил По 50 миллилитров Следует иметь ввиду Что Вот эта баночка У нас Хоть и была Более Обсохшая Но В ней Плотность Была Ровно такая же Как и в остальных Банках Поэтому Мы залили Одинаковое количество Воды Уровень Сейчас у нас Будет прыгать То есть Отличаться В этой крайней банке Ничего страшного Для Четырехлетней батареи Это нормально Если бы У нас плотность Была завышенная При Заниженном уровне То естественно Мы бы Корректировали Это чуть-чуть Водичкой А так Все оставили На том уровне На котором Оно и есть Что касаемо Вот этой Красной Очень красного Вольта Значит Был Сделан Отбор По 40 Миллилитров С каждой Банки Воды Электролита И было Залито По 60 Миллилитров Дистиллированной Воды Теперь Сейчас Я Эти Батарейки Раскидаю По зарядным Боксам Одну Из батарей Наверное Вот эту Вот мы Поставим На Так как У вымпела 15-го Нет Вольтметра Мы Поставим На То место Где я Смогу Подключить Вольтметр И Чтобы Наглядно Хотя бы Слегка Просматривать И мониторить Каким же Напряжением Работает Вот этот Вемпер Водчик Наш 15-ка Так Залетаем В зарядный Бокс Так Но Наши Пациенты В зарядном Боксе Один Здесь Другой Вот здесь Таких Зарядных Устройств У меня Три Штуки Значит На красном У нас Будет Доллар Подключаем К сети Сети Видим Прекрасный Красный Огонек Так Этот У нас Вот он Пациент Стоит Вот он Так Видим На нем Напряжение 12.2 Подключаем К сети Наше Устройство Ага Стоямбо Оно Че Не работает Что Ли Блять Стоямбо Вот это Номер Что-то Не идет Заминочка Вышла Какой-то Красный Свет Непорядочный Некрасивый Сейчас Попробую Разобраться В чем Проблема Вроде Работала Пока Ставим На паузу Ну что Таньга У нас Не в почете Не крутит Да Слава богу У меня есть Еще один Такой Запылился Бедовага Как видим 12.2 Ну давайте Подключим В зарядке Вот Под перво И что мы видим Сразу В апорт Пошел Наш Конь Лихой И Какими-то Непонятными Дрочильными Импульсами Ой-ой-ой Что творит Что творит Лишь был 62 75 Не сделал Батарею Ну что Время Без 5 5 Клиенты Едут Не дают Приехали Уезжают О Сейчас Пущу Я тебя Ага Опять Будешь Гавкать На всех Проезжающих Машины Запущу Запущу Так Ну еще У нас Вмпивок Вот таким Способом Вот таким образом Он работает Пока Непонятно Активно Их использую Активно Использую Их Для Предзаряда Особенно На Аккумуляторах Большой емкости 190 В принципе Наполнение Они делают Но На больше Они способны Вот Как видим Сколько Время То Прошло Начинаются Моргания А Наш Красный Червоный Вот этот Вот Вольтман Уже Перестал Моргать Практически Вот Есть Редко Изредка Очень Редко То есть Он Закончил Зарядный По сути Дева Так и Не начав Да Интересно Тебя зовут Люся Ой Моя Ой Моя Что Творится Моя Царица Ну Ладно Вытягивать Ролик Не будем Посмотрим До Чего Это Великолепное Устройство У нас Допрыгается 5 часов Надо Глотнуть Наверное Чайку Смочить Горло И двигаться Дальше Ради Вашего Спортивного Интереса Присуну Этой Батарейки Вольтметр Вольтметр И Что мы Здесь Наблюдаем 14 24 Максимальная 13 8 Да 14 20 Ну пусть Работает Оставим Нам Спешить Как говорится Некуда И Незачем Поэтому Пусть Вохматит Нашего Вольтмана Или Вольтмана Как правильно Ну что Дор Продолжает Потихонечку Вохматит Нашего Вольтмана Напряжение Максимальная 14 2 Вольта И Вохматит Короткими Импульсами Ну пусть Вохматит Теперь До утра Борсетка Наши То же Самое Вот такие Вот Здесь Повольше До 14 7 Долетает Напругой Короткими Импульсами Этот Практически У нас Уже Не моргает Не мыргает Изредка А этот Мыргает Хорошо Пусть Мыргает До утра Оставляю Их На ночевку А сам Переодеваю Переобуваю Тапочки В сторону Дома Ну что В импула Проработали Почти 20 часов Да не почти Наверное 20 Может даже Чуть Поболее И Изредка Видим Помыргивание Красного Диодика Диодика Что мы видим С напряжением Так Напряжение У нас Вот таким Образом 1383 И До 14 С половиной 1448 Вот так Вот где-то Подпрыгивает Давайте посмотрим Что у нас С плотностью Но в принципе Плотность 123 123 Давайте Посмотрим Что у нас Со вторым Пациентом Где эта пробка Переметнемся На второго Пациента Так Где он у нас Ну здесь То же самое Иногда Изредка Моргает Красный Диодик С напряжением У нас То же самое Но здесь До 14 Семьи прыгает Ты смотри Резкий Как понос 13.8 14.7 И опять Снижение Вот такие Вот такие Импульсы У нас Так Это Народное Творчество В сторону Так Что Давайте Попробуем Посмотреть Что У нас С этой Абсолютно Сдутой Батарейкой 38% Было У нас Заряды И посмотрим Что у нас С плотностью Нет 1 1.22 1.22 Плотность Плотность 1.21 1.22 Плотность По Баночкам Еще Я себе Позволю Один Часок Один Часок Чтобы Эти Зарядные Поработали С С нашими Пациентами Позволить Себе Чтобы Они Работали Сутками Ждать Когда Поднимется Плотность Не Поднимется Сутками Или С гусями Блять Я Я Могу Да И Вот Это Долгоиграющая Работа На Малых Напряжениях Оно Дает Очень Сильный Очень Негативный Результат По Итогу Процесс Электроз Электролиза При Таком Напряжении У нас Конечно Же Происходит И Происходит В Таком Мягком Плавном Режиме Кисло Блять Эти Как Забыл Как Называется Сульфаты Блять Сульфаты Потихонечку У нас Откисают Превращаются В Кислоту И Кислота У нас Спокойненько Оседает На Дне Аккумулятора С Одного Места Откисает В Другом Месте Наоборот Заходи В А в Другом Месте Наоборот Внизу Набивается Поэтому Не Стоит Так Долго Держать На Продолжительном Заряде Малом Напряжении Ну что Друзья Вымпел 15 Вымпел Продолжает Бороться С нашим Аккумулятором Таким Тихим ЦАПом И Этот ЦАП Может Продлиться Вечно У меня К сожалению Нету Времени Я не Ставлю Эксперименты Я делаю Свою Работу И Стараюсь Показать Эту Работу Вам Так У нас Плотность Почти За сутки 1.23 В батарее Напоминаю Что По моему Предположению В эту батарею Далили Электролит Давайте Наверное Сделаем Для начала Замер А потом Тестером Посмотрим До каких Высот Параметров Мы Добрались Что У нас Воспроизвел Наш 15 Хваленый Вымпел Итак 500 Ампер 64 Улучшение Конечно Же Есть Было 50 Сейчас 64 Сейчас 403 Ампера Пусковой Ток Было 355 НРЦ Естественно Завышенная И 686 Сопротивление Было 777 Так Ну Друзья Я Давайте Вот Ради Эксперимента Все Таки Заходи Заходи Немного Немного Сбили Меня Смысли Ну Что Я Хотел Сказать И Какой Эксперимент Проделать Мы Закончили В принципе Вот это Устройство Оно Закончило Работу Твомпилок Работу Закончила Мелкими Импульсами В час По чайной Лужке Пытается Что-то Там Сотворить Добить Но Это Ближе К Буферному Режиму Чем К Полноценному Заряду Поэтому Чтобы Показать На что Это Устройство Способно Или Неспособно Мы Подключаем Китайское Устройство Ну Прошло Буквально Пять минут После Того Как Я Отключил Вымпел И Подключаем Китайское Устройство Которое Работает Которое Заряжает У нас Батарею Статичным Зарядом То есть Без всяких Импульсов Кратковременных И видим Вот я Подключил Сразу На 14.8 И Зарядный Ток 0.6 0.5 0.4 Ну давайте Посмотрим Сейчас Без 5.4 Сколько Еще Отработает Этот Китаец После 15 Вымпела Батарея Полностью Наполнена Или Нет Именно Это Я Хотел Донести Своей Бестолковой Речи Ну Как Видим Ток Падает То есть Практически Вымпел С Поставленной Задачей У нас Будем Так Считать Справился Аккумулятор Принял Абсорбацию То есть Полностью Наполнен Зарядом Но Перемешивание Естественно У нас Никакого Не произошло Речи О перемешивании У нас Нет Поэтому Китайцы Мы тоже Откидываем Время Деньги Как говорится Как говорил Один Знакомый Аккумулятор Щек Так Подключаем Вымпел Подключаем Вымпел И Начнем Работать С Вымпел Так 13.7 Включаем Все Погнали Наши Город Ух ты Блядь Такой Огромный Также 3 А Выставляем Это 5% От Емкости Так Медленно Переползаем К Второму Нашу Второму Нашему Пациенту Он тоже Долбит Долбит Еле Еле Душа В теле Блядь Это Может Продолжаться Бесконечно Так Давайте Тоже Замерим Параметры Чего Нам Удалось Добиться С помощью Вымпелочка Так Крешно Так Это Не Вымпел Это Пол Вымпел Какой Таблиц Или Четверть Вымпел Так Это У нас 500 550 Так Ну здесь Тоже Видим 64% Пасоху 443 Ампера Пусковой 1348 Нароце И 624 Так Здесь У нас 45 300 70 Блядь Почерк Как у Медика 377 Как у Врача Так 377 И Сопротивление 7 Блядь 712 Так Отключаем Отключили Вымпел Подключаем Вымпел Так Где он У нас Блядь Вот он Да Что ты Ёперный Театр Шара Фу Охранница Блядь Сратая Переживает Как бы меня Не Украли С этого Гаража Кому Нахуй Нужен Гавкает На все Проезжающие Машины Так 13.4 НРЦ Подключаем Зарядник Выключил Зарядник Так Мы Вставляем Три Амперчика Поехали Зарядник